Всем привет! Хочу вам рассказать о основах звукоизвлечения и расстановки пальцев для индийской флейты Бансури. Итак, по поводу звука и его извлечения. Здесь у нас есть амбушюр, такое круглое, немножко овальное отверстие. Для начала, чтобы научиться правильно извлекать и добиться более-менее чистого звука, мы не будем закрывать пальцами дырки, а просто будем учиться выдувать правильно звук. Для этого что нам нужно? Нужно приставить флейту к губам, вот так вот. Развернуть ее вот так вот. Это делается для того, чтобы определить губами точно центр отверстия, куда мы будем дуть. Мы дуем на противоположный край отверстия, оно острое у нас, и воздух, попадая сюда, рассекается, и из-за этого получается звук. То есть свист, звук, да. Сначала мы не закрываем, а просто дуем. Дуем, делаем, можно пойду идти к зеркалу и посмотреть, какое у нас отверстие образуется, потому что мы так сначала можем не почувствовать. Просто дуем, как вот чай, студия, или еще что-то еще. Немножко как будто делаем улыбку, не сильно губы напрягаем, но немножко их растягиваем. И тогда мы будем минимум затрачивать воздуха и максимум добиваться частоты звука. Вот, смотрим и слышим. Я определил центр, отодвинул сюда и... И вот она мне звучит. Если вы все сделали, как я сказал, но все-таки не получился звук, мы пробуем, типа, и находим чистый звук. Вот таким образом, поворачивая флейту, она вот круче по своей оси. Вот, и когда услышали, так фиксируете и тренируете. Вот. Это касается первой октавы. Со второй октавой чуть-чуть сложнее, потому что... Ну, это уже позже будет изучаться. Возможно, сниму видео об этом. Там нужно в два раза сильнее дуть и еще более растягивать эту клоунскую улыбку. Вот так вот, чтобы достичь максимальной концентрации и точности потока воздуха. Сейчас скажу еще пару слов о постановке пальцев. Изначально, когда берешь флейту, хочется вот... закрыть ее, ну, вот так вот, подушечками. Вот так вот, тык, 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 тык. Вот. Ну, для пробы можете сделать и так, но... Вот эта вот техника постановки пальцев, она, в принципе, возможна, но она не позволяет достичь технических моментов в игре. Потому что она, как бы, сковывает движение, и вы не можете открыть и быстро... открывать и быстро закрывать вот последнее отверстие здесь, и, ну, здесь еще более-менее, вот левой рукой особенно. Потому традиционно постановка рук вот так вот делается, пальцем упирается вот сюда. Вот. И дырки закрываются фалангами пальцев с средней частью. Вот указательный средний вот так вот с средней частью, а безымянный так вот уже получается подушечкой. Вот. И вот сюда вот так вот. И, соответственно, правая рука. Так, так, так. Вот. И играет вот так вот. Что еще хочу сказать, что этот момент очень важен, вот именно постановка. Потому что нужно чувствовать очень сильно дырочки, и, ну, это со временем, с опытом придет. И если будут минимальные вот эти вот прощелочки появляться, если вы точно, если вы не закроете очень так плотненько вот это все дырки, типа, ну, то есть, или дырки, какие вы вообще используете, вот, например, или три, или две, или все шесть, да, ну, то будет не получаться звук, он будет такой, типа, шиплявый, просто будет не получаться. Потому если вы дуете и чувствуете, что у вас что-то не получается, значит, ищите проблему в том, что где-то есть щель. Вот. Ну, желательно изначально, когда учитесь, просто, вот, как я сказал, сначала просто отбивайте звуком. Потом ставите правильную постановку пальцев. Руки будут немного затерпать, потому что нужно еще немножко растяжка, потому что флейта не самая маленькая и в этом роде флейт. Вот. И тогда уже по одному отверстию, типа, извлекайте звук. Ну, я думаю, сказал бы, для начала этого достаточно, и хватит. Ну, естественно, что нужно, желательно перед игрой, там, и, как есть свободное время, разминать пальцы и их немножко растягивать. Потому что это не диагональная флейта, когда особая растяжка не нужна, а поперечная, где нужно вот так вот ставить пальцы. И, чтобы они имели гибкость двигаться и закрывать отверстия. А, еще скажу пару слов о том, какие моменты игры бывают в том, чтобы брать полутона на данной флейте. Полутона берутся полуоткрытием, ну, любого из отверстий получается. И, например, сейчас послушайте, как в пределе одной ноты я перескакиваю с полутона на тон. Это делается немножко при открывании, как бы, и достигается такой эффект звука. Что тоже традиционно для данного типа флейт и данной индейской музыки, которая играется на таких флейтах. Ну, хорошо, спасибо за внимание. Всем пока.